Ребят, привет! Может быть, вы опять угадываете, кто наш гость следующий? Это Жень Соколов. Ну и давайте мы первый вопрос спросим все-таки, кто он такой, чем занимается, зачем сюда пришел? Ну, пришел, потому что вы позвали. В плане того, чем занимаюсь, ну как, работаю в Яндексе, делаю в Яндекс.Зем, преподаю много и в оффлайне, и в оффлайне, в вышке, в МГУ, на Курсере какие-то курсы. Ну вот, с тобой, Юр, мы как раз познакомились, когда делали специализацию с физтехом, ты там участвовал активно, помогал задания пилить в это все, так что вот, наверное. Да, вот как раз насчет преподавания, ну, пожалуй, да, если ребята тебя знают, кто нас сейчас слушает, это, наверное, прежде всего по преподаванию. Это специализация, это ФКН, вышки, это ВНК. В общем, ты много и круто преподаешь, и тогда, да, наверное, к тебе вопрос. Вот как ты вообще видишь образование в Data Science? Вот сейчас появляется много онлайн-магистратур, можно уже сидеть в глубинке какой-нибудь, проходить топовые специализации уже, и даже они выдают сертификаты полноценные. В общем, где лучше всего изучать Data Science, и будет ли вот онлайн-образование такой угрозой настоящему живому общению? Ну, вопрос сложный, конечно, мне кажется, никто ответа не знает, узнаем лет через 20. Но вообще, как я себе это представляю, вот онлайн-образование, это скорее для тех, кто уже что-то изучал раньше и уже работает где-то, но хочет сменить профессию, да, сейчас же много разговоров про то, что вот жить будем дольше, больше будем успевать, и вот те, кто хотят просто переквалифицироваться, наверное, вот для них в основном будет онлайн-образование. Если ты молодой, ну, мне кажется, заменить вот то, чтобы окунуться в эту атмосферу учебы, там, ну, вот я вас посмотрю на наших студентов просто, они же не просто на пары ходят, а домашки делают, они много общаются, они на всякие там хакатоны ходят, в всяких там каглах участвуют, ну, кажется, что в онлайне этого ничего нет. Может, конечно, придумают там что-нибудь для какой-то, чтобы была коммуникация между студентами, но сейчас, ну, форум и все. Поэтому, вот, я думаю, это такое ограничение. А в плане того, где учиться, да и не знаю, тут для каждого свое. Кто-то любит пожестче, кто-то помягче, в зависимости от этого нужно выбирать место. Нам точно не хватает сервиса, короче, симулятора общаги. Во, во. Это Next Big Thing, вот, в онлайн-образовании. Погоди, а Slack какой-нибудь это не тоже общага? Слушай, слушай, некоторые, короче, каналы Slack'а вполне подходят не то, что под общагу, там, под притон, посмотри, какие-нибудь боты. Ну, прям полноценный симулятор общаги, вот, еще и с пельмешками, вот, в электрическом чайнике. Это надо, это, короче, задел на ярдовую историю, чуваки. Конечно, вот, мне кажется, вот это может приблизить, да, как раз онлайн-образование к оффлайновому. Хорошо, а ты сказал скорее для тех, кто переквалифицируется. А вот меня часто спрашивают, что я, типа, такой крутой чувак, там, менеджер в такой компании, я хочу изучать Data Science, и как вот мне прямо сменить, я вот, типа, 200 с плюсом там получаю, как бы мне сейчас окунуться. Ну, варианты, в общем-то, стажировки, они для студентов, там, в Яндексе, в Мейле. Вот, что им делать, может, ты знаешь, может, ты как-то им отвечаешь разумнее, чем я? Слушай, не знаю, но мне кажется, во-первых, все-таки такие люди в какой-то момент могут отчаяться настолько, что готовы там с 200 плюс уйти на там, сколько стажерам платят. Ну, просто они, наверное, если они опытные, они могут быть уверены, что они, конечно, стажерами пойдут, но они вырастут просто гораздо быстрее, потому что, ну, им везде качества одни и те же нужны. Ну, а так, да, не знаю, ну, вообще сложно себе такую историю представить, что ты с нуля зашел в область и сразу такой вот приезжаешь на коне, получаешь много денег и успешные. Ну, я знаю, да, ребят, которые как раз с 200 плюс переходят на основу Data Science. Хорошо, а вот для тех, кто все-таки продолжает, например, для тех, кто наш курс слушает, наверное, интересно поговорить про новую специализацию, которая у вас вышла, Advanced Machine Learning. Но я начал ее проходить, начал бета-тестировать ее, пожалуй, я сейчас... Инсайды. Инсайды, инсайды, да, чуть более развернутое я свое мнение, может, выскажу. Да, во-первых, там, конечно, очень крутой второй курс про кегл, про трюки, там собрались действительно гроссмейстеры кегла. Ну, и для тех, кто хочет окунуться в Data Science именно через кегл, это, пожалуй, действительно очень крутой курс. Первая часть, основной Deep Learning. Мне тоже понравилось. Некоторые ребята очень здорово рассказывают. Финальный проект классный, Image Captioning, то есть действительно одна из таких State of the Art задач. Но тут конкуренции, правда, очень много. Это, естественно. И Андрю Ивен, это и CS231, которые мы все вместе сообществом собрались проходить. И третий курс, байсовские методы в машинном обучении. Мое личное мнение, что для онлайн формата такого слишком жестко. То есть я бы предпочел, конечно, там, ломовые формулы какие-то вкуривать не в формате видео, а уже все-таки там читать Deep Learning Book или там более какие-то специализированные. Вот, да, и хочется как-то твоего анонса вашей специализации, что нас там дальше ожидает, какой там финальный проект будет и вообще почему стоит проходить эту специализацию. Ну, это действительно такой большой эксперимент для нас был, потому что, ну, вот, Курсера объявила некий конкурс, что вот, ребята, давайте, кто хочет про Advanced Machine Learning, присылайте заявки. Ну, что такое продвинутое машинное обучение, я не знаю. У тебя есть понимание, это что, байсовские методы, это продвинутое или не продвинутое? Ну, мы же иногда, получается. Да, ну, поэтому мы посидели и постарались подумать, что мы можем рассказать с одной стороны, и с другой, что более-менее покроет вот все те темы, про которые там на последних конференциях рассказывают, хотя бы немножко, хотя бы введение дайте. Ну, и вот получилось так. Сами курсы тоже такие экспериментальные. Ну, про глубинное обучение, ну, да, как бы тут сложно конкурировать, но, с другой стороны, без него, наверное, не цельная была специализация, и, к тому же, в тот момент мы не знали, что Эндрюин выпустит свою специализацию. А на Курсере больше ничего. Ну, есть курс Хинтона, но он, мне кажется, такой специфичный весьма. Не устарел немного. Ну, да, в общем-то, да. Поэтому, ну, нужно было, чтобы переписит такой был, но, конечно, там удивить, наверное, нечем особо в курсе, там, на 4-5 недель про глубинное обучение не расскажешь клевые штуки. Про Кегл, да, я сам с удовольствием посмотрел, на самом деле, его. Мне кажется, очень интересно получилось. То есть, тоже это в некотором смысле экспериментально, потому что, ну, обычно Курсере это что? Ну, задание, там, запрограммировать что-нибудь, да, ну, перевью. А тут учим, как бы, в соревновании участвовать, и вот, как бы, добавить такой соревновательный дух, там, как-то, чтобы все на Кегл пошли и что-то там засабмитили. Это тоже. Про Байсовский метод, да, я согласен, что курс получился тяжелый, но это тоже интересно, потому что, ну, мне кажется, Курсер идет сейчас в сторону того, чтобы курсы были попроще, и вообще даже они вот в рекомендациях пишут, что, как бы, вот, курс онлайновый у них один, это вот не курс университетский, а типа, вот, курс про какой-нибудь один вопрос, ну, как у Андрюина, да, там, про дипломерную специализацию, ну, там, курс про регуляризацию моему у него, да, там, отдельный, не помню точно. Вот, а здесь мы сделали курс такой довольно хардкорный, интересно вообще, как аудитория Курсера воспримет. Посмотрим. Как она выживет. Да, да, ну, если зайдет тяжело, ну, упростим, там, что-нибудь там, вонартрек, там, ну, короче, есть варианты, как бы, тоже Курсера гибкая, не то, чтобы мы запустили, и больше ничего редактировать не можем. Из того, что будет дальше, будет курс по реинфорсменту, будет курс по анализу текстов, будет курс по компьютерному зрению и сеткам в них, и последний курс, ну, мы думали, что вот эти все темы, они такие, в общем-то, известные, и рано или поздно про них сделают тоже какие-то курсы, которые будут там лучше, хуже наших, не знаю. Поэтому хотелось последний курс какой-нибудь особенный сделать. К счастью, у нас есть Андрей Стюжанин, который занимается проектами с Церном, и мы позвали его рассказать, ну, даже не столько про какие-то особенности проекта, поскольку вот их область, их задачи, они про то, что делать, когда машинное обучение не работает. Потому что, ну, у физиков, у них вот ты там не обучишь их живу, ты не получишь нормальное качество, там нужно много разбираться с данными, много разбираться с тем, откуда какие-то негативные примеры взять. И мне кажется, что это очень поучительное, они про это все расскажут, надеюсь, понравится. А там эвристики рулят. Ну, как бы, и с одной стороны эвристики, с другой это интересные идеи, которые могут пригодиться где-то еще вполне. Ну, мы этот курс чуть не начали записывать, на самом деле, поэтому я тебе могу только концепцию рассказывать. Так что вот какая-то такая спецификация, она длинная, 7 курсов это длиннее, чем в среднем, и курсы некоторые большие, ну, зато и 12. А как такого финального проекта не будет, да? Ну, я не представляю финальный проект, который все эти 7 областей в себе мог бы объединить, поэтому у нас в конце каждого курса свой небольшой проект. Ну, ты проходил, знаешь, там, какие они, дальше тоже будет интересно. Ну, по поводу того, хардкора или не хардкорна, вот, курс Датни Коллер все еще в наших сердцах, так что столько людей его прошли, как бы, я думаю, и сейчас большинские пройдут. Вот, у меня вопрос не про курсы. Вот, ты недавно стал руководителем, это официально называется AI, да, в Яндекс.Дзен, вот, или все-таки Data Science? Да, мы как-то... Я где-то видел вывеску, вот, именно, что Head of AI в Яндекс.Дзен. Да нет, это что-то рекламное, мне кажется. Да, ну, возможно, как раз для какой-то конфы те решили, что, ой, блин, надо AI повесить. Да, да, машинное обучение, вот это Science не модно уже. О, собственно, расскажи, чем ты там занимаешься, вот, и я думаю, еще многим нашим участникам и зрителям будет интересно узнать, как выглядит твой рабочий день. Окей, ну, в плане того, чем занимаюсь, ну, рекомендациями мы строим рекомендаторную систему, которая собирает кучу всего интересного из интернета. Более того, вот, может, слышал, в мае Дзен стал еще платформой для авторов, можно прийти, зарегистрироваться и вести свой блог условно, зарабатывать деньги на этом и все такое, и, конечно, мы хотим быть таким персональным источником информации, в общем-то, довольно актуально сейчас, потому что, ну, понятно, сколько сайтов там с новостями, сколько видео в интернете, и все это человек не успевает посмотреть, а хочется ему самое интересное для него показать оттуда. Ну, естественно, мы вот строим модели, которые все это ранжируют, которые отбирают для пользователя, что интересно, которые борются со всяким не очень качественным контентом, потому что, понятно, в интернетах хватает всякого. Вот этим, вот это и делаем, если вкратце. Как рабочий день выглядит, ну, не знаю, не уверен, что у меня такое. Так, поскольку он начинается? Да когда как, бывает и в 10, бывает и в 2 часа, по-разному. Бывает иду пары с утра, поэтому попозже приезжаю. Чем занимаюсь, разговариваю в основном, у нас довольно большая команда, со всеми надо поговорить, попланировать что-то, обсудить, что будем делать. Иногда какой-то код пишу, иногда ищу баги, иногда сижу там, руками данные размечаю, чтобы получше понять вообще, а что там у нас бывает, и что хорошее, а что плохое. Кстати, это важно. Любишь кататься, а любишь санкрыть? Конечно, не, не, я вообще понял вот в Дзене, что если ты решаешь какую-то задачу, важно не только там к живу запустить там, в том, что есть, а поковыряться в этом, что это вот работа не асессоров там, а и твоя тоже. То есть, может, у вас есть даже какие-то свои отдельные экспериментальные штуковые в Дзене для вас? Что ты имеешь в виду экспериментальные? Ну вот, я бы себе представил, что я бы попробовал аналог Arxiv Senity сделать, каким же макаром. Не пробовали такое? Слушай, ну нет на самом деле, то есть мы вот, все, что наружу торчит, все это мы делаем, да внутреннего пока руки не доходили до каких-то экспериментальных проектиков. Что, экспериментически снимать, что-нибудь что-нибудь сделать на отдельных бардах? Нет? Собрать с Двача что-нибудь, да? Может быть. Может быть. У нас все есть идея взять какой-нибудь контент, который не очень такой качественный, ну копипаста, обучить RNM-ку на нем и как бы отправить в свободное плавание, посмотреть, что он будет писать, какой блог получится. Вот. Ну, можно сделать. Мы про это рассказывали, что, короче, мы назад на двач бота выпустили. Да, да, да. Все были счастливы просто. А как бы ты сравнил работу в Data Factory и вот сейчас в Dzen? Какие-то отличия, может команды как-то отличаются, там подходы? Слушай, ну главное отличие, что в Data Factory это проекты небольшие, ну то есть там три месяца, ну не знаю, сколько ты месяцев проект делаешь, вот ты его сдал заказчику и все, идешь, делаешь дальше, он больше не твой, но может там через полгода что-нибудь еще доделать нужно будет немножко. А в Dzen мы делаем продукт, то есть это вот твое детище, как бы это что-то вот, над чем там люди работают не один год уже и это совершенно по-другому работу ставит. То есть здесь ты больше думаешь о каком-то части пользователя, больше думаешь о том, а какие вообще метрики там должны быть, а как там развивать энкосистему какую-то. это такие вопросы в небольших проектах не встают, там как бы вот заказчик, мы с ним договорились, вот там подписали договор, что значит ты ему там модель с таким-то качеством, он тебе столько-то денег, вот пожалуйста действуем. То есть там есть договор вот такой с заказчиком, а тут ну что ты с каждым пользователем договор заключишь, что типа он будет доволен, если ты ему подгонишь вот то-то и то-то. Поэтому тут с одной стороны сложнее, потому что нет каких-то формальных критериев, да все знают наверное, что там выбрать метрику правильную, это основная часть, но с другой интереснее конечно. И вроде бы это твое вот. Ну тебе видимо второй вариант больше нравится. Потому что рассказываю так сейчас о нем, ну да. Ну это интересно на самом деле, до этого над такими продуктами я не работал, прям по-группному, поэтому да. продукт это тем более живая вещь, которая использователем. Вот. А проекты это просто вопрос исключительно в том, сколько изоленты тебе понадобится для того, чтобы наконец-то сдать. Ну проекты тоже очень интересны, потому что ты можешь много всего попробовать. Как-то разнообразнее получается. Не нравится, но другой переключился. Окей. Такой вопрос. А может ты расскажешь в каких-нибудь cool story как раз про проекты? Как эти дата сайенсы ваши внедряются? Ну попробую что-нибудь вспомнить. Ну здесь если говорить про Data Factory, наверное главный cool stories, когда вот общаешься с заказчиками и очень важно выстроить с их стороны правильное понимание того, что вы можете сделать, а что нет. Ну потому что, ну знаете, сейчас там журналисты про AI этот самый, ну чего только не пишут, что там вот уже все там терминатор скоро придет, да, и все сделает как в фильме. Вот. И ну сейчас мало кто изучает вообще, что может делать машинное обучение, что не может. И здесь там разные конечно были запросы про то, чтобы там взяли какие-то абсолютно сырые базы данных и по ним построили систему, которая будет стратегию компании планировать на десять лет вперед. Ну в принципе я бы тоже наверное попросил, если бы там руководители. Это между прочим классная тема. Ты короче на десять вперед, вот. Пока десять лет не как бы не пройдут. Вот. Как бы ты говоришь, что не-не-не, сейчас все будет нормально. Короче это самое. Золото. Золото. Это я и нужно золото. Ну отличный бизнес-план как бы, да. Вот. Из таких историй, которые были в Дзене у нас, ну есть как бы, совсем уж конкретику не расскажу, но чисто из того, что было неожиданно, во-первых, часто оказывается насколько важен дизайн вообще приложения, дизайн сервиса для качества. Когда, вот знаешь, там оказывается, что ты бьешься над тем, чтобы качество повысить, какие-то там модели строишь, факторы, там что-то данные собираешь, улучшаешь, а потом оказывается, что вот взял, значит, то, как оно отображается, увеличил там иконку какую-нибудь, там в два раза все выросло. Не в два раза, конечно, но… Или в блоке рекомендации у тебя три штучки, а четыре. Да, да, да. Вот. Ну то есть там, да, там всякие наблюдения, что если там с пяти до десяти увеличиваешь, тут CTR растет так, как ничто не растит больше, или там, если вот ты немножко там размер или шрифт меняешь, то это все… Ну это тоже, наверное, скоро станет более популярной штукой, но сейчас там методом проб и ошибок таких, что вот пробуют люди как-то, что-то получается, что-то нет. Типа стильно, модно, молодежно, бандиты, все дела. Ну да, но бандиты это все-таки есть, там, хочешь немножко разнообразия в ленту принеси, а вот бандиты в плане дизайна, ну не знаю, еще бандитить шрифт, бандитить фон. Ну, наверное, можно, да. Но я не слышал, что кто-нибудь таким занимался, прям вот автоматически оптимизировал. Ну, я знаю про то, как ребята из Reach Relevance и их клиентов, они бандитят разные раскладки того, в каких количествах что где показывать. я думаю, в принципе, перебрать парочку цветовых схем, ну как минимум, типа, показать серенькую пантовинку или серенькую там светом каким-нибудь, я думаю, это, ну, просто запикнуть. Ну, может быть, да. Главное, не полностью палитры перебирать, это чуть-чуть может это самое затянуться. С другой стороны, ты, наверное, видел эту приложеньку фановую. А, по ней, кстати, даже статья была «Насекбовик», если вы понимаете, о чем я. Вот, как лендосы целиком генерить и контент, и цветовую схему, и всю хурму одной сеткой. Ничего себе. А обучали на чем? Ну, видно, кучу всякого там, выражаясь цензурно, нашли. Слушай, ты же сам понимаешь, это как бы генерирующие вещи, и главное, короче, что-то генерировать. Ну, да. Надо, чтобы на попору что-то было. А вот из проектов Яндекс.Дейдфактори, про что ты можешь рассказать? Вообще, в каком виде ты там оставил эту компанию? Что там происходит? Какие-то, может быть, инсайты, что дозволит нам рассказывать? Слушай, ну, я там занимался, в основном, проектами с текстами связанными. Ну, про какие-то я рассказывал, там, на DataFest было. С AstraZeneca делали там проект, где там искали в интернете какие-то там специальные статьи медицинские. Были и похожие проекты. Были какие-то проекты, где, на самом деле, регулярки рулили гораздо лучше, чем машинное обучение. Ну, как бы, всякое бывает. Вот, сейчас там, насколько я знаю, такого уже нет. Сейчас DataFactory больше про проектов с индустрией. На самом деле, даже немножко жалею, что в них не поучаствовал, потому что, вот, это тоже, вот, не просто где-то модельки обучаешь, нужно разобраться, как она там работает, на завод съездить, не знаю, пообщаться с этими суровыми дядьками, которые там всем этим занимаются. Так что, мне кажется, там сейчас проекты очень крутые. Но, вот, не застал. В плане того, что там было интересного. Ты имеешь в виду какие проекты или какие факапы или что? Факапы всем интересны всегда. Люди с удовольствием послушаются. Давай так, если бы мы сейчас отмотали время на 50 лет вперед, и ты бы сидел с внучкой, вот, что бы ты рассказал про, короче, этот период своей жизни? Ну, вот, на одной конференции, не помню, DataFast или нет, у Миши Левина был очень классный доклад, где он рассказывал, там, где мы нафакапили в проектах. Вот, ну, наверное, это все, что мы можем рассказывать. Могу что-то этого пересказать. Вот, например, один из очень забавных косяков таких, когда делали… Я этим проектом занимался, не могу похвастаться совершенно… Унца. Не могу, наоборот, не могу похвастаться, что нашел эту ошибку, вот, потому что в таких-то проектах самое крутое, когда сидишь там два месяца, думаешь, блин, чего ж оно не идет, а потом находишь, и классно. Так вот, была история, делали рекомендательную систему в одном интернет-магазине, и, вот, значит, построили все так, там на оффлайне классно, запускаем АБ-тест, и как-то там довольно случайно все получается. То там оно серое, то там оно внезапно прокрашивается в одной группе, то, может, там в другой группе прокраситься. Но потом выяснилось, что в этом магазине бывают очень дорогие товары. Ну, типа, там, за миллионы какие-нибудь там диван или еще там, не знаю, что за миллионы бывает в таких магазинах. Ну, и как бы пришел пользователь какой-нибудь один, который попал в экспериментальную группу, например, купил этот там, не знаю, телевизор за 4 миллиона, ну, и понятно, какая группа выигрывает после этого, потому что, ну, там мало что может перевесить. Пришел другой какой-нибудь оптовик, не знаю, накупил тоже на пару лямов всех в другой группе, другая группа начинает перевешивать. И вот, собственно, тоже то, что не пишут в учебниках, наверное, никогда не напишут, что, ну, не все покупки случайные бывают. Это, наверное, нужно, когда ты обсчитываешь эксперимент, находить те, которые были, ну, скажем так, слишком выделяющиеся, их выбрасывали, да, все уже будет понятно. Ну, действительно, когда это выбросили, там, в общем-то, нормально обсчитать получилось. Ну, вот в каком-то таком духе. Или там еще одна история про то, как тоже делать рекомендаторную систему. Почему-то у меня про все истории по поводу АБ-тестов делать рекомендаторную систему. Это я уже, значит, там, поучаствовал. Запустили эксперимент. Ну, он прошел, все там считаем. И, конечно, когда обсчитываем, много интересных подробностей выясняется. Выясняется, что рассылки в разное время делали. Там немножко разные каналы были в одной группе и в другой. Немножко разные правила, там, в одной группе могли запрещать там два раза в месяц, ну, условно, кредит предложить. В другой не разрешали. И вот как-то непонятно, как это обсчитать. Потому что, ну, время рассылки – это очень важно. Если ты прислал людям там в середине каких-нибудь праздников длинных, ну, они посмотрят, подумают. И дальше картошку копают. Да, да, и дальше картошку копают. То есть, даже если захотят, что куда они там. Интернета, может, даже нет. Ну, и дальше у нас, по сути, этот проект вылился в то, что мы долго думали над темой, как это обсчитать и как все эффекты учесть. Придумали способов пять. Вот, по каким-то… почти по всему выигрывали. По каким-то не мы. Ну, вот, в общем, не то, что договорились в итоге, кто победил. Ну, вот, тоже как бы отсюда можно вынести мораль, что надо обо всем договариваться на берегу. Это особенность проектов, опять же, таких. А там очень высока, видимо, роль, да? Там харизмы представителей команд, там, сейлзов, убедить там заказчику, что именно мы лучше. То есть, там это вот как-то выдвигается на первый план? Слушай, ну, тут как бы очень часто роль играет кто ты. Если ты Яндекс, то, конечно, тебе проще прийти и сказать, что… Ну, ты говоришь, мы умеем машинное обучение, и тебе верят, в общем-то. Ну, и, в принципе, там портфолио уже набралось довольно крупное в какой-то момент. Да, вот, договориться в плане того, как все будет идти, там, какие данные, там, какие тесты, какие гарантии. Но это даже не к сейлзам, а к менеджерам проектов, наверное. Ну, вообще, у менеджера задача колоссальная здесь получается. Он не просто должен там, не знаю, таски расписать, да, какие-то за сроками слить. Он реально должен понимать, что может пойти не так. Должен понимать вообще, что предусмотреть нужно, какие риски заложить, чтобы он там не думал, что данные пришлют, да, и они будут идеальны, и сразу мы пойдем обучать модельки крутые. Вот все это заложить – это работа опытного менеджера. Ну, и, как бы, у нас менеджеры были хорошие. Ну, и сейчас там хорошие менеджеры, собственно. Поэтому здесь часто удавалось многие пока предусмотреть. Но, вот, да, наверное, это вообще такое интересное наблюдение, что на такой проектной работе важен менеджер. И менеджер – это человек, который data scientist, по сути дела. Идея появилась. А будет ли онлайн-курс по правильному дизайну экспериментов, вот, для… И менеджерству. По менеджерству… Нет, по менеджерству это должен быть… Данн-сайенс проектов. Слушай, по менеджерству, я думаю, это, знаешь, надо как в спарте. Ты, короче, человека выставляешь вот на улицу, вот в природу. Вот если он вернется к тебе живым, он, короче, прошел обучение, и он готов. А вот по дизайну экспериментов… Ну, слушай, сколько всего можно… Слушай, ну а ты хоть одну методичку видел по дизайну экспериментов? Погоди, погоди. Сейчас… Я прошел три курса у себя на кафедре по дизайну экспериментов. Это не тот дизайн экспериментов, который можно… Ну, собственно… У меня просто… Ну, на кафедре это одна из тем, как бы… Ну, есть классные профессора, кто во все эти планы экспериментов имеют. Поэтому, к сожалению, у меня в голове вот что-то из этого пытались забить. На практике я этим ни разу не пользовался, не представляю, как этим пользоваться. Слушай, ну, мне кажется, что это скорее не курс, по крайней мере, сейчас должен быть, а какой-то разбор кейсов и там жизненных историй. Чек-лист. Как минимум, чек-лист того, что обязательно должно… Чек-лист, да. Ну, и даже, может быть, не чек-лист, а просто какие-то примеры, которые человеку дадут понять, что там вот все не так поет, как он собирается это делать. Нет, погоди, ну, реально серьезный вопрос. То есть, в ближайшее время нужно будет реально очень много таких менеджеров, вот там и прогнозом всех этих… Гартнеров всех, обзоров всех подряд. То есть, их нужно будет больше, чем датсантитов, и непонятно, как их готовить, кроме как вот в боевой среде. То есть, не расскажи чуваку, слушай, ну, вот я накосячил тут-тут-тут, вот ты здесь будь по мне, постановка экспериментов в сроках. Ну, тут скорее вопрос был вот про то, что действительно, вот, АБ-тест нужно, чтобы, во-первых, они не рассогласовались по всем условиям. То есть, действительно, и время, и всевозможные параметры групп, куда, туда, сюда, вот, короче, отправлять. Ну, то есть, видишь… Нет, ну, давай более глобально, как, Женя, представляешь ли ты себе такую школу менеджерства вот в датсанец проектах, и как она вообще может появиться, возможно ли такое? Слушай, на самом деле у нас вот в Вышке на факультете уже есть курс, который читает Саша Белугин про менеджмент data science. Он пока прошел один раз, там, ну, это был факультатив, поэтому немного студентов ходили. Сейчас мы уже сделаем его крупнее, сейчас это будет обязательный, по-моему, обязательный курс для наших магистров с программы со Сбербанком. А еще мы на факультете бизнеса и менеджмента Вышки тоже собираемся такой курс замутить. Вот там и посмотрим. Ну, собственно, вот он будет ровно про это. Вот как устроен проект, даже не нужно быть там data scientist крутым, чтобы понимать какие там этапы, да, что там есть данные, а есть метрики, а есть модели, а есть потом там эксперимент. И вот на что на каждом этапе вращать внимание, да, какой чек-лист, какие там инструменты, почему с данными может что-то не так пойти. Да, в общем, ответ на твой вопрос – да. Будет ли онлайн-курс? Ну, если сейчас зайдет в оффлайне, сделаем, конечно. А насколько глубоко должен вот такой менеджер разбираться, собственно, в data science? Ну, до какого уровня? То есть, понятно, он должен понимать, что если ему говорят accuracy 99%, это еще не факт, что хорошо, что там может быть сильный дисбаланс. Должен ли он, не знаю, уметь руками строить там рок-аук? Ну, там, рок-крибу. И вообще, понятно, что нельзя взять ему, прочитать там и нейронки, и все со всеми деталями. То есть, ну, до какого-то уровня вы ему все-таки, вы им преподаете в data science? Слушай, ну, вопрос сложный, мне кажется, для каждого по-своему. Какому-то менеджеру будет комфортно только если он сам это все руками попробует, да. А у кого-то такое абстрактное мышление, что ему расскажем на парах, что вот рок-аук, и он там будет ее интерпретировать легко. Мы, конечно, ну, зависит от того, где будем преподавать. Если речь про, там, ну, людей без такого айтишного бэкграунда, ну, без, там, математического computer science бэкграунда, то, конечно, программирование мы им вряд ли будем давать. Мы им покажем, там, iPad-то, ноутбуки какие-нибудь, покажем, что вот есть Python, а есть вот ART, а есть еще такие инструменты. Может быть, там, в Excel каком-нибудь с ними условном. Как-нибудь модельки простенькие, даже потом пообучаем, да, почему бы не играть в Excel, не обучить. Ты будешь смеяться, да? Короче, нейросетевой плагин для Excel на ВВА существует. Ну, мне вот Константин Вячеславович Воронцов рассказывал, как он на юнообайса в Excel обучал, там, формулы писал сам. У меня есть паралимпийская программирование, паралимпийский дейтсанс. Погоди, я могу простенькую нейросетку вот сделать, это самое, действительно в Excel? Нейросетку, конечно, да, полно связанную, пожалуйста. Да. Ну, обучить, кстати, вот. Там есть оптимизатор, короче, ты говоришь, что вот в этих ячейках у меня живут параметры, вот, короче, крутим их. Пока вот в этой ячейке там этот самый метод не сойдется. Ну, просто, как бы, понимаешь, да, что для людей, которые их учат там на менеджеров, для них там Excel и Word, это, наверное, одни из главных инструментов. Если их учат в Excel, там, нейросети обучать, там, машины просто будут такие для убийства, еще датасайтистов обойдут. Вот, в общем, будем показывать им какие-то простенькие штуки, но больше скорее, ну, знаешь, на интуитивном уровне, что типа вот такие метрики, вот там, давайте какие-нибудь примеры посмотрим, вот поймем, почему вот тут вот это, а тут это надо использовать. Ну, вот так. Но, опять же, посмотрим, как зайдет. Может, окажется, что это для них сложно и нужно как-то совсем просто делать, а может, окажется, что это легко для них, и они готовы именно питончики. Ну, вот, кстати, мы, наверное, все уже имели такой опыт, менеджеры там что-то рассказывали, показывали там про Dates Science. Как ты считаешь, что быстрый вообще прогресс от подобных занятий, если не особо показывать код, не особо, ну, и вообще времени мало, да, чтобы рассказать про всю методологию? Действительно ли менеджеры вот прямо так быстро схватывают и разбираются в такой сложной области? Ну, здесь тоже зависит, по моему опыту, если менеджер чем-то похожим занимался, то есть, если вот они делали какой-то проект, там, где что-то с данными крутили, даже, может быть, он не вникал, но сталкивался, то тогда он прямо вот с горящими глазами слушаешь, типа, блин, наконец рассказывают, там, как надо было, вот, и что за фигню мы там сделали в процессе. Ну, то есть, вопрос мотивации на самом деле. Если человек хочет, ну, да, может, он поймет не все, но там для себя усвоит многое. Насколько долго, ну, смотри, чего ты хочешь. Если хочешь человеку просто там вложить в голову, что вот тут так, а тут так, ну, может, там, и за пару часов там можно рассказать быстренько. Углубляться, ну, не знаю, тут уже зависит от целей. Ну, короче, за пару часов что-нибудь можно объяснить, что там какая-то картина общего человека сложится, мне кажется, если он замотивированный. Смотри, предположим, вот мы сейчас взяли и решили основать школу менеджеров Data Science. Так. Как бы ты спланировал, на какой период, что примерно рассказывать и вообще готовы ли мы к таким вещам? Ну, насколько, ну, не знаю, я там занять, я, прошу прощения, за числа конкретные, просто поскольку мы такие курсы планировали уже. Вы прощен пример. Да, 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 да. Я бы ориентировался, ну, не знаю, ну, как вот вышки есть модули, да, ну, на один модуль, наверное, ориентировался. С одной стороны, можно успеть эрская содержательность, с другой, не заскучаются. Ну, занятие действие, не знаю. Учитывая, что ребята там занятые еще? Ну, по вечерам, как бы, что там, раз в неделю, если собираться. Ну, вот, то есть, вот что-то такое. В плане переквизитов, ну, не знаю, надо экспериментировать. Ну, конечно, всегда приятнее работать с людьми, которые немножко там с математикой знакомы, и которым можно порой прогрегентный спуск задвинуть что-нибудь так на пальцах, чтобы они хотя бы там не смотрели на тебя такими глазами, но тоже, не знаю, не факт, что так. Ну, а в плане распланировал, ну, я бы, действительно, я просто выделил, как бы, этапы решения задачи, там, от сбора данных до внедрения. Для каждого этапа собрал бы парочку каких-то ярких кейсов, где бы этот этап был ключевым, ну, типа, что вот там какой-нибудь пример, не знаю, там, с банком или с телекомами, где вот в данных надо было, в общем, покопаться и сделать их приличными. Или вот там пример там с экспериментом, ну, тоже вот вроде тех, что я рассказывал, да, вот такие кейсы были. И вот на этих кейсах разбирать, мне кажется, так. Вот как знания проверять, не знаю, тоже, наверное. Кстати, а как ты думаешь, вот такая программа для менеджментов, она бы чем-нибудь отличалась от вот сферической программы по Data Science или сферического гуманитария в вакууме? Потому что, насколько я знаю, вы сейчас готовите программы вот на широкий круг направлений специальностей. Вот, кстати, да, вот опять же интересно, как это проходит. Вот я недавно видел объяву про то, что такое готовится для направления моды. Да, и дизайна есть такое. Вот, это как раз тот пример, когда, не знаю, там вообще хоть один парень на этом направлении есть? Вообще есть, да. Слушай, ну ты и дизайнеров мальчиков знаешь, я вот много знаю. Ну, слушай, ну там же дизайн – это общее слово, там есть и веб-дизайн, то есть там вполне себе разработчиков готовят, там и режиссура всякая. Так что, не то чтобы дизайн, это значит там что-нибудь в фотошопе. Нет, я представляю, что направление моды… А направление моды – это вот, не знаю, это посмотрим. А, так расскажи в целом про этот проект, Data Culture. Да, ну, в общем, в вышке у нас появилось какой-то момент понимание, у руководства появилось, да и у нас тоже, что что-то много где Data Science нужен. Вот не только нашим там выпускникам, которые потом пойдут в машинное обучение вперед двигать или в науке, или в компаниях, а, в принципе, у экономистов часто есть запросы, они сами приходят и просят их научить. У социологов, у тех же, даже у гуманитариев, там полно примеров, когда там какие-нибудь лингвисты берут и анализируют большие корпуса, там тексты исторические, красивые графики, там тематическое моделирование, то же самое. Вот, на это ощущение, что вот, возможно, это могло быть такой дисциплиной, которая всем нужна. Так же, как мы учим всех там истории на первом курсе, да, или там философии, почему бы Data Science не поучить. Ну и вот мы попытались это сделать. С этого года, вот с осени, мы где-то в половину программ начали внедрять. С следующего года, надеюсь, всем. Для кого-то это вводный курс на первом году обучения, где мы там, может, даже без программирования, без ничего, просто такие мотивирующие занятия, что вот, ребят, есть такая тема, вот такие приложения, а вот в вашей области это вот так вот так может применяться, вот, например, на факультете гуманитарных наук мы такой курс делаем. Там вот не только про Data Science, там мы рассказываем, например, как там поисковики работают, или как баннерная реклама работает. В принципе, почему бы нет. Есть курсы для кого-то продвинутые, вот для компьютерных лингвистов, мы там уже какие-то штуки читаем крутые, для политологов, для экономистов тоже продвинутое что-то. Как идет? Ну, по-разному, опять же, все курсы в первый раз, поэтому мы сейчас в основном занимаемся тем, что постоянно фидбэк студентов собираем, смотрим, что заходит, что нет, насколько они понимают, зачем это им нужно. Многие говорят, что да, круто, кому-то очень тяжело, потому что люди приходили изучать философию, представь, а мы тут пришли со своим… Со своим спуском. Со своим градиентным спуском. Да нет, мы, конечно, без градиентного спуска, но все равно, как бы для людей это немножко вливает их из колеи, но подстраиваемся. То есть где-то у вас вообще без формул абсолютно, да? Да, да, конечно. Ну, конечно. Ну, вот и, собственно, в рамках… Как появляются философы от искусственного интеллекта? Ну, кстати, да, там вопросов много философских. Вот, например, уже начали читать на факультете права курс про всю эту тему в юриспруденции. Там нам, кстати, помогают. Вот на факультете права есть очень классная команда, ребята, которые занимаются как раз вопросами права в IT и вот всякие там… А если вот беспилотный автомобиль там, да? Кто отвечает там за какие-то его косяки? А если вот там нейронка нарисовала картину, а кто вот там правами на нее обладает? В общем, они очень крутые штуки делают, они нам помогают курс там разработать. И там мы тоже, собственно, обозначаем юристам проблемы, что вот типа вам не только придется тем, что раньше делали заниматься, а еще вот тут много всякой темы. Блокчейн тоже, да, опять же. Тоже нужно им хотя бы обрисовать, что это такое, чтобы не было для них какой-то магической технологии. Ну, как ты примерно разобрался, что делать, если автопилот сбил человека? Не-не, мы только начали курс читать, поэтому еще, да, еще предстоит разобраться. Или что, лучше в квец ехать или пять человек сбить или навстречу выехать? Ну, и кого сажать после этого решать. Слушай, ну тут надо мотожидание количество трупов посчитать, вот, короче. А дальше решить, ты за энтропию или против. Слушай, ну если мотожидание количество трупов посчитать, то твоя машина убьет тебя, если ты не хочешь сбить там пять человек. То есть она тебя зарулит в кювет и тебя же прикончит. То есть ты покупаешь дорогущий концепт-кар, который тебя же и убьет, если помотожидание. А как же подушки безопасности там, не знаю. Это, короче, как в устье, максимайс true или false. Вот я, короче, хочу максимизировать энтропию. Это значит, что, если что, то мне надо въехать не просто в автобус на остановку, мне надо въехать в автобус на встречке. Получше в два сразу. Ну, в общем, да, есть над чем-то поработать в управе. Да, ну и, собственно, вот в рамках этого же проекта мы и менеджером будем читать. И вот там, вот, да, будет курс такой. Посмотрим. Переведу тему на соревнования, по одной из данных, с той нами любимой. Помнится, вы как-то, кажется, с Петей Ромовым, вы затащили на Рексисе соревнования, значит, на конференции по рекомендационным системам. Аналогично соревнования. Вот расскажи немного про него. И вообще, как хватает у тебя сейчас времени на соревнования, на тот же Кегл? И потом немного про рекомендации, вот, помогло ли это вам там, закатить что-то впрод или это, как бы, совершенно другой мир? Угу. Слушай, ну, это было давно, на самом деле, соревнования на Рексисе. Я уже плохо помню детали. Помню, что идеей участия было, типа, вот, люди приходят, там что-то там придумывают факторы какие-то, кучу моделей. А у нас в Яндексе есть тоже классные технологии. Вот, с Матрикс.нет, вот, сейчас появился Катбуст. Собственно, мы решали прототипом Катбуста это соревнование. Вот, и уже тогда мы думали, что вот, ну, блин, классные штуки, надо попробовать. И вот, типа, давайте возьмем какое-нибудь соревнование, где у нас куча категориальных признаков, где там много данных. Давайте попробуем, там, чуть ли не на сырых данных обучить модель и посмотрим, что из этого получится. Ну, вот, получилось. Ну, конечно, там Петя придумал много крутых факторов все равно, но, тем не менее, у нас была одна модель там. Бустинг причем был, да? Да, да, бустинг. А, сейчас. Ну, много деревьев, да, 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 обучалась она там на классные у нас. Тогда этот метод обучения был очень такой... Если я не ошибаюсь, в этом прототипе там в листе было, в итоге, если у тебя много-много-много категорий, у тебя в листе просто на каждую категорию по чиселке. Множественное ветвление такое было, да, 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 такое тоже было. Модель там могла 100 гигабайт весить легко, поэтому на ноутбуке не обучишь. Но, как бы, ну, побеждаешь же, обучается. Мы по правилам играем. Мы, да, мы ничего, мы ничего. Ну, да, и вот там сработало, это, на самом деле, было очень классно. Потому что тоже там приехали другие ребята, показывали свои схемы, как они стакали там, а у нас вот одна моделька. Участвую ли сейчас? Нет, не участвую, некогда, но с удовольствием читаю. Что там за соревнования, как что зарулило, не появилось ли там что-нибудь новое, что срочно студентам рассказывать надо, чтобы они уже шли и это применяли. Можно сделать вот такой фейспалм от ликов на кегле. Да, да, да. Кегл там сейчас с Passing Jam. Это подорожник его надо приложить. Что, на кегл теперь новая тема, ты можешь перезапустить соревнования, если все совсем плохо. Ну, вот в нашем курсе про кегл целый раздел про лики, собственно, есть, неспроста. Вот, ну, про соревнования вот так. У тебя еще был вопрос какой-то? Да, ну, видимо, как-то впрод что-то покатить, там, какие-то идеи, это не очень помогает. То есть, видимо, это все-таки отдельный мир, да? Вот то, что на кегле или там на Rixisi залезало. Слушай, ну, на самом деле нет. Вот то, что было в Rixisi, это вполне себе была рабочая схема. Взяли сессии, напилили каких-то факторов про то, что там пользователь раньше делал, о чем там, какие категории любит, не любит, всякие там категориальные факторы про то, опять же, в разрезах по каким категориям, что он покупал, и обучили там, ну, градиентный бустинг какой-то. Это вполне себе то, как, мне кажется, на самом деле делают рекомендации. Мы, по крайней мере, так делаем. Пили много факторов, от простых до сложных. У нас там и DSSM-ы всякие есть и все такое. И мидинги, да? Да, да, всякие мидинги. Но это отдельные факторы. Ну, всякие ILS-ы, тоже там маточное разложение. И это все в градиентный бустинг обучаем. И, да, собственно, делаем так. И, кстати, это забавно, потому что, когда на собеседование приходят люди, ну, обычно, что там в курсах рассказывают рекомендации, вот там можно кое-что посчитать, да, между профилями, можно матрицу разложить. В сравнении узнали. Да, 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 да. Ну, и вот тебе начинают рассказывать, что я взял тут ваши данные, разложил бы, и вот вам, значит, рекомендационная система. А то, что можно как бы это всего один фактор использовать, ну, как-то не рассказывают, не думают люди. Так что, да, вот мне кажется, да. Ну, если Кегл взять, там, как раз, тоже все рекомендательные соревнования, мы же устами решались вполне себе. Конечно, вопрос на собеседование. Как градиентный бустинг к рекомендашкам прикручивать? Вот, да. Ну, обычно начинают рассуждать, как NDCG оптимизировать градиентным бустингом, и там можно очень долго про это разговаривать, как бы, потому что до правильного ответа не доходим, все равно ответ-то простой. Окей, а такой офф-топ? Ну, нет, в тему, на самом деле, раз Катбуст упомянул, как ты успел его там поковырять, покрутить? Что у вас говорят вообще? Как это прорыв, не прорыв? Действительно ли он так хорош в случае категориальных данных? Ну, мы его у себя в Дзене позапускали немножко на разных задачах. Как бы он из коробки дает качество выше, чем MatrixNet. Ну, потому что, во-первых, можно категориальных признаков подпихнуть, а потому что, во-вторых, разработчики прям очень классно поработали, и даже если нет категориальных признаков, он все равно там прям все правильно делает и может показать качество выше их жгуста того же. В плане того, что попробовать на кеглах сам не пробовал, но вот мне студенты мои некоторые рассказывают, что вот они там летом сожровались где-то, тоже Катбуст запустили, круто получилось, или что он в соревновании каком-то. Ну, то есть все про него услышали. Благодарят, да? Да, что благодарить? У нас недавно была история успеха как на сберовском покатоне про покер. Там первое место занял чувак, который шарил в покере, там всякие гейм-теори, оптимул, стратегии. А второй, он учил как раз градиентный бустинг на воспроизведение стратегии первого чувака. Да, там боты в открытом доступе были. Да, он всегда знал, кто на первом месте, поэтому так как он в покере сам не шарил, то он учил модельку. Это как раз первое, наверное, упоминание победы в конкурсе, где был Катбуст. Чувак честно признался, что у него просто XGBoost что-то запускался хреново. Пришлось взять Катбуст. Да, а у него еще и фичи такие получились категориальные. Внутри карты. Что такое карты? Ну, кстати, была еще история. Был досад Criteo на кабеле. Там клики нужно было предсказывать по баннерам. Это не этот Billion датасет. Большой датасетик, да? Да-да-да, я не помню, как он назывался точно. Там что-то типа 10 гигов были данные, входные, выборка. Но там куча категориальных было признаков. И у них прямо мы-то айтишники какие-то были. Вот, к сожалению, мы за него взялись после того, как закончилось соревнование. Но тоже там долго обучали на нем то, что тогда было Катбустом. Тоже тогда были и ветвления там множественные. Там мы пробовали счетчики всякие эти, ну там кодирование через вероятности признаков. И, собственно, вот там наша моделька первое место могла занять. И вот очень обидно было, что мы там не на пару месяцев раньше за это взялись, то был бы такой классный анонс. Но это было года, наверное, два уже назад. Такая история. Так что вот не публично. А, ну да, публично. Вот уж Леша говорит. Хорошо, а вот про онлайн-курсы. Ты вот как успеваешь там сам какие-то онлайн-курсы проходить? И как вообще ты посоветуешь вообще не запутаться во всем этом деле? Как совмещать там и работу, и учебу? Слушай, на самом деле стыдно признаться, но я не один онлайн-курс не прошел до конца, а не свою жизнь. Я когда-то, когда курс Аэро только появилась, курс Андрюина начал слушать, но что-то надоело в какой-то момент. Когда он тебе говорит, что тебе не обязательно знать, что такое производное, а потом говорит, что ты эксперт, да? Ну, там надо было с октавом еще пострадать как следует. Ну, это как бы тоже, знаешь, там, я уже, по-моему, курс машинного обучения послушал на ВМК у нас тогда, начал там ради интереса проходить, и как-то там то, что в университете мы там пишем вот такие вот полотна кода, а там строчку вписать, ну, как-то, не знаю. Ну, какие-то много курсов я начал проходить, ни один до конца не довел. Кстати, к вопросу о том, чем онлайн-образование от оффлайнового отличается, как раз тяжело очень мотивацию потерять. Ну, даже если смотреть там в админке наших курсов на воронку, типа, сколько людей до такой недели доходят, ну, прям, ну, видно, что не смогли усидеть. Проходить, мне кажется, нужно, и те, кто проходит, правы. И мне тоже стоило бы. Сам не делаю, но одобряю. Сам не делаю, но одобряю, да. Ну, курсы делаю. В плане баланса, ну, сложно сказать. Ну, мне кажется, прикольно. Каждый день прийти, что-нибудь там, как бы, видео послушать. Благо, сейчас сделаю там видео короткие по пять-десять минут. Хоть в метро там смотри, хоть, не знаю, в перерыве. На самом деле, мне вот как раз это и надоело. Потому что слушать видео, там, пока, там, еще, там, опять, там, про логистическую регрессию, опять, там, не знаю, про iLostName тебе расскажут. Ну, как-то видео тоскливо, поэтому я больше перешел к формату все-таки текстовому. Ну, это… Наверное, у тебя, как бы, тоже такие предпочтения, судя по твоим материалам, там, конспектам, лекциям. Ага. В плане профессионального, мне кажется, да. Ну, даже мы сейчас делаем специализацию, которая, вроде бы, там, про продвинутая. Но, мне кажется, конечно, ты не станешь прям экспертом, когда послушаешь. Скорее, там, познакомиться с каждой областью. И все курсы, они обзорные. Прикольно слушать курсы, там, с Курсера той же, если ты ничего не знаешь про молекулярную биологию и хочешь узнать, вот это, вот, вообще, огонь, много курсов красочных, ярких, а, там, стать специалистом, ну, да, нужно книжки читать и… Вот, если ты в серии, я на Курсере не закончил, но когда-нибудь закончу, курс по ансамблям, дирижирование ансамблям. Вот. Вот, ты, короче, в наших универах такое не найдешь. А там, что, ты записываешь видео, как дирижируешь и отправляешь? Нет, там рассказывают про то, из кого ансамбль, как бы, как… как все это дело происходит, вот. Ну, то есть, там, практики особо-особы нет, да? Нет. Я знаю, что есть курс по импровизации в музыке, и там ты можешь на любом инструменте играть, ты записываешь сэмплы, тебя учат, там, чему-то, записываешь сэмплы, на первый ревью отправляешь, другие слушают, там, тебе комменты оставляют, говорят, прикольно. Ну, тоже, как бы, ну, где-то в универе ты такой найдешь. Я бы сам, вообще, яро реквестую курс по автомобилю. То есть, я вот такой, ну, бас, то есть… Во, во, кстати, тоже. Ну, как, я что-то примерно соображаю, но, там, поддержать, диалог, там, с папой моей жены, как он мне называется, в общем, он у меня там начинает про карбюратор, там, все, смотри туда-сюда, или там… Ты такой, смотри, какая у меня нейросетка. Да, и я, как бы, такой лох, там, да, не могу, там, понять, что спрятать. Смотри, вот эта вот нейросетка управляет роботом, который эту тачку соберет, а вот эта нейросетка делает так, чтобы потом это самое, я бы пьяный за руль сесть и доехать. Но разговоры такие, мне кажется, на грани могут быть уже, могут не оценить. Хорошо, а вот как-то ты успеваешь, там, гоняться за миром университей, там, что могу посоветовать почитать, что, там, ты отслеживаешь, какие события, на какие-то архивы ты читаешь или какие-то, там, в Твиттере следишь за самыми авторитетными, там, чуваками. Как ты вообще к этому подходишь и, вообще, насколько ты успеваешь за развитием университей? Ну, мне кажется, не успеваю совершенно. То есть, такое ощущение, что, чтобы реально быть в теме того, что происходит, нужно читать статьи по 40 в неделю с архива, вот, и еще какие-нибудь там туториалы смотреть. Ну, я не успеваю, конечно, это делать, ну, и как-то вроде бы для себя разве что, если бы и делал. Ну, да, там, в Твиттере на каких-то людей подписан, что-то какие-то ссылки бывают, почитываю статьи. На конференции езжу иногда, вот, на НИПС, надеюсь, попаду. Такой научный туризм, он помогает с этим делом? На самом деле, да. То есть, даже, ну, я далеко не все понимаю, что там на НИПС, на ICML рассказываю. Потому что, ну, если там какой-нибудь доклад по тем же... Если ты понимаешь все, тебе там нечего делать. Не, ну как, ну, если ты вот знал вот то, что было вчера и хочешь узнать, что там сегодня придумали, то, в принципе, нормально. Поэтому, да, я там далеко не все понимаю, но приехать и понять вообще, что происходит в области, вообще идеально. И вот ты приезжаешь там, ну, сколько там, три дня, мейнтрек обычно длится. Походил, послушал, там, с людьми пообщался, постеры посмотрел. И, ну, это реально помогает мне детей. Скажи, как вы в Австралию слетали? Успели что-то посмотреть? Очень неплохо покатались по Австралии, да. А там джетлаг вообще как ощущался? Слушай, ну, мне кажется, джетлаг бывает, если ты спишь нормально каждый день, и ложишься в одно и то же время, вот, я как-то... Поскольку я и так ночами сижу, да? Да-да, и я что-то не заметил особо. Вот когда в прошлый раз мы были в Австралии, что там? Не году, наверное. На Кидиди, да. Два года назад там что-то, видимо, у меня режим был лучше в то время. Там прям я понял, что такое джетлаг. А тут, да, ничего, нормально. Ну, не можешь уснуть, но посидел, поработал. Лег попозже. Мне кажется, что то, что это в Австралии было некоторым фильтром, то есть вот если сравнивать с Нипсом прошлым, который в Барселоне был, гораздо просторнее было. Но, с другой стороны, как бы там не то, чтобы многие звезды доехали вообще от Нипса. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, ICML, опять же, в прошлом году он был в Нью-Йорке. Такая жопа мира, господи. Нью-Йорк ужасен. Было до хрена людей. И это было буквально на соседней улице, рядом с Times Square. Так что там все время надо было пробираться через просто кучи народа. Ну и в Нью-Йорке... А сколько в этом году было на ICML? Тогда было 3000. Слушай, я вот... Кому не было статистики в итоге. Ну тут тоже что-то в районе 34000, мне кажется. Вот так. Ну, 34000 в Австралии, это неплохо. Я летал в Буэнос-Айрес в каком-то, в 15-м году на Ичкай. К неудовольствию заметил, что мне в основном скучно. Потому что половина докладов это китаец за китайца, потому что долететь не смог. Читают по бумажке и просто откровенно скучно. Да, там DeepMind с потрясающей презентацией. По-моему, как раз-таки они обучили Atari на тот момент. Еще там, да, пара ребят таких известных из Google Brain. Ну и, в общем-то, по большому счету, это не особо интересно. И хочется пойти погулять по Буэнос-Айресу, чтобы прилетел. Ну здесь, да, вот, кстати, это вот большой минус, мне кажется, конференции, что там как-то с презентационными скиллами очень плохо обычно у докладчиков. То есть, да, там он сделал очень крутую работу, там всех побил, результат крутой, но, блин, приходит с какими-то слайдами, где там вот куча формул, и что-то бубнит там еще, и может быть непонятно, с каким-то акцентом жестким. Ну и как бы ты послушаешь первую минуту, открываешь у себя PDF-ку на ноутбуке и читаешь там, поглядываешь на слайды, что реально совпадает. Я думаю, надо вот как делать. Уже после того, как peer-review прошел, ребят приняли, потом нужно проводить конкурс на гранты, кто тебе оплатит поездку, и тут уже в формате пресейлз. То есть, ты должен так подать свою работу, чтобы выиграть грант. А когда будут рубиться за деньги, вот это будет уже формат. Но при этом компании все равно могут тебя отправить. То есть, тут уже вопрос, как распределять место. Смотри, тут есть, короче, тема. Мне понравилось, когда в том году на НИПСе было. Вот. Постеры. Как можно больше постеров. Ты всегда можешь найти людей у постеров. А на сцену выпускают только, как бы, ну, самых толстых. Да, было это очень классно, мне кажется, было. И реально яркие доклады были там. И ты на постеры все равно можешь найти всех, пообщаться, короче, вот ровно с теми, с кем надо. Вот. Ну, НИПС это все-таки действительно такая гигантская ярмарка, наверное. Как еще это описать? Там сколько было треков, блин, 9 параллельно? На НИПСе, да? На НИПСе, да. Вот. Это у Ли Куна там большой зал. Вот. Про Ли Куна и Шмидтхубера. Это как, на самом деле, там маленькая революция была в Парселоне до, вот, их как бессыта. Можно много рассказывать. Да, ну, вообще, я все это рассказываю. На самом деле, я думал спросить тебя вот про что. А что еще прикольное, вот, можно было бы подрезать из таких вот крупных зарубежных конференций, вот, что особенно тебе запоминается? Какую полезную, не знаю, фишку или полезную хорошую практику оттуда бы хотелось перенести к нам? Полезную практику? Слушай, ну, мне кажется, прикольно, что там очень много социализации на этих конференциях. Может, даже если бы там не было докладов вообще, не было ничего, а просто собрали бы людей там из индустрии, из науки, там, всяких звезд пригласили и дали им пообщаться, результаты были бы такие же примерно статьи могут и потом почитать, пообщаться-то сложно. Да даже у нас вот из Яндекса много людей ездят и зачастую именно на конференции ты можешь их всех поймать, с ними там сходить в бар, не знаю, вечером и обсудить все, что можешь. А в Москве как-то у всех свои дела не получается. И не только это. Мне кажется, у нас мало такого вот. Да, в Москве даже. Движущий прямо такой, да? Ну да. То есть, да, какие-то есть митапы, но чтобы глобально что-нибудь такое устроили, всех собрали. Ну вот или дата-фъеста. Новая тема. У дата-фъеста один день без докладов. Вот, да. Без докладов, но с бухлом вообще. Мы... Должно быть нормально. Подумайте. Это вроде так и делается по вечерам. Ну как по вечерам? У нас как раз проблема в этом году с грядущим дата-фъестом это то, что мы четко понимаем, что в первый день будет нормальной такой автопатии, залезающей на второй день. Из-за чего во второй день как бы делать что-то, ну, короче, от этого будут фрастарировать и докладчики, которым надо, во-первых, проснуться на второй день, дойти и увидеть в два раза меньше народу, чем в первый день. Вот. А те, кто будут в первый день, ну, кого-то из них может быть, может быть, чуть-чуть будет, это самое, совесть мусить, что они пошли и нажрались, как, короче, за всю науку, вот, чтобы все равно на второй день прийти. Ну, в общем, формат без докладов, вот это неплохо. Кстати, вот еще одна фишка, но это скорее к тому, что туда стоило перенести. Не знаю, у тебя такое ощущение есть, нет, но мне кажется, что на крупных конференциях по ML как-то все меньше индустриальных докладов. То есть, чтобы люди из какого-нибудь там… Они так просто сконструированы. То есть, вот возьмем КДД, он вообще почти целиком индустриальный. Возьмем ICML… А вот на НИПСе, кстати, было два крутых воркшопа. Reliable Machine Learning, Reliable ML in the Wild и ML Systems. Это были прям крутые воркшопы, они чисто индустриальные, там вообще исключительно процессные вещи. Ну, как бы… Вот они… Их надо было еще найти. Вот, да. Вот. А… Ну, как бы весь ним сам по-другому. А КДД он целиком. Только индустриальный. Ну, на НИЧК я тоже удивился. Я сходил на индустриальную секцию, до которой действительно надо было добраться. И ребята из Tencent, из Baidu, вот китайские гиганты, ну, конечно, они поразились, сколько всего они делают. То есть, под любую задачу из мира университет у них уже там команды по 20-30 человек, да еще и друг с другом конкурируют. И тут я понял, что да, это, конечно, сила следующая. Да. Хорошо. А как твой диссерт поживает? Да, как-то я не очень быстро. Ну, слушай, в онлайн-курсы некогда проходить. А ты про диссерт спрашиваешь. А есть ли какие-то вообще преимущества у человека в индустрии со степенью в сравнении с тем, кто неостепененный? Слушай, ну, мне кажется, все-таки у нас тут все адекватно. И в любой компании, если ты можешь принести пользу на этой позиции, тебя возьмут на эту позицию. То есть, знаешь, не как там в Советском Союзе, что нет диплома инженера, к станку не пустят или как там это было. С другой стороны, ну, как я для себя вижу, почему диссерт прикольно, это такой повод окунуться просто в академическую среду и прямо полноценно пробовать сделать исследование такое. Даже если потом не будешь заниматься, ну, хотя бы, ну, жалеть потом не будешь то, что никогда не пробовал себя в науке. Лучше попробовать и пожалеться. Ну, нет, ну, либо да, то есть, не понравится, либо нет. То есть, опыт, безусловно, очень крутой. Я бы хотел довести его до конца, но… Как-нибудь. Смотри, вот, пророкационный вопрос. Что изменится в твоей жизни, если прямо сейчас вот тебя нарекут доктор Соколов? Ничего. От звания ничего. Я именно про процесс. Так что… Это даже не процесс, это путешествие, которое идет. Путешествие, да. А, на визитке напишу больше, что я паутер. А если ты решишь податься на ПМЖ и вообще гражданцев Германии, у тебя еще и в паспорте, короче, ты будешь доктор Соколов. И на почтовом ящике доктор Соколов. Вот. Да я не говорю. И жена тоже будет доктор Соколов, между прочим. Доктор Соколов, жена. Кстати, по немецким законам, да, а вот детям доктор не переходит. То есть, жена тоже будет, типа, проф доктор Соколов, если ты обязательно решишь. Не, ну, а все-таки, а если вдруг такая амбиция попасть, там, не знаю, фейсбукский, наверное, больше шансов, если у тебя там PHD перед фамилией. Ну, мне кажется, опять же, вот причину и следствие впутаем. То есть, я туда не попаду, в первую очередь, потому что из меня исследователь, не то чтобы там профессиональный, и не то чтобы я умею, да, статьи писать. Наверное, я думаю, если у меня было там 10 статей на СМЛ, и не было бы степени, я думаю, меня бы взяли в ФР, да. И я уверен, что есть там такие люди или в DeepMind какой-нибудь там. Но да, конечно, если бы я ставил перед собой такую цель, ну да, надо было бы. А как твой десерт, кстати? Парировал, да? Да так же. Надо довести, да, ачивки. На самом деле, на завершающей стадии. Друзья гораздо ближе до чего. У меня, да, уже очень скоро. Но мне кажется, лишним не будет, пусть даже сейчас в индустрии. Еще, кстати, вот сейчас многие друзья защищаются, и они вот, ну там, общаешься с ними, спрашиваешь, что как, они говорят, что еще как бы ты должен там мастером бюрократии становиться после этого. То есть ты там, если ты защитил десерт, то как бы там отчетность любой фирмы везти, пожалуйста, там законы читать, вообще легко. Кто соскучился по бюрократии, идите в аспирантуру. Да, идите. Ну сначала напишите, а потом вот, да, засчитываю это все. Вроде сейчас упрощают, вроде бы там идет речь о том, чтобы, как и на Западе, по совокупности статей можно было бы, да, у нас участие. У вас упрощают, да. Ну, Мехмат, кажется, ВМК, вот они. Да и Вышка вроде тоже. Вышка, некоторые факультеты. Ну да, процесс будет облегчать. Может быть нашим слушателям хочешь что-то сказать, что-то пожелать. Можешь нас, нас о чем-нибудь спросить. Я, между прочим, в чат выкладывал фотку с Женей, я все ждал. Спросят Женя что-нибудь или нет? Ну вот давай. Пока, Женя, ты можешь давать нашим слушателям напутствие, но вместо вопроса Жене накидали 8 смайликов в огонек, 2 смайлика жду, 2 смайлика с пивасиком и немножко вот этих вот кукамонов, которые ставят в сатамне. Очень содержательно, так что можешь и ничего не желать Женя. Да. Да и не знаю, что пожелать. Мы вроде все обсудили. Надо много учиться, проходить курсы, много ботать. Вот. И менять профессию время от времени, видимо. Потому что онлайн-магистратуры не просто так появляются. А вот, ну, например, у ребят из Data Mining in Action, кто там, Витя Кантер, Эмили, они сразу выделяют три направления. Индустриальное, соревнования и какие еще? State of the Art. А вот если там товарищи сейчас пройдут наш курс, допустим, который такой смешанина, да, и теории, и практики вроде как, оптимальные пропорции, по крайней мере, такое было мнение. Вот все-таки, может быть, какие-то следующие шаги, что бы ты посоветовал? Может быть, Advanced Machine Learning в вашей специализации, да? Может быть, идти там на стажировку или... Ну, обычно, когда у меня спрашивают, да, типа, вот я прошел, что делать дальше, я говорю, что либо, если есть время на Kaggle, потому что, ну, очень полезный опыт на самом деле, для резюме полезно, ну, все знают. И, во-вторых, да, конечно, стажироваться, то есть, ни какой курс, мне кажется, работу не заменит. То есть, ты вот, может быть, прошел там нашу специализацию, у тебя сформировалось в процессе представление, что вот Data Scientist, он вот так и так, значит, он вот ему там данные приносит, он модельки обучает. И нам скорее... Такой, думая, типа, ну, нет, это такое или такое. Какой версии к Живусь тут, значит, мне собрать? Давай прицеплюсь к совету пойти на Kaggle. То есть, вот человек, который прошел базовый курс машинного обучения, идет на Kaggle, и, ну, по сути, два варианта. Либо stack TIGGE boost, если это не нейросетки, либо deep learning, тогда это железо, деньги, и вообще там уже сложно пробиться. То есть, как вообще даже тогда начинать на Kaggle соревноваться? Слушай, ну, я же не советую им занимать первые места. То есть, мне кажется, вот, да, первое место – это уже немножко переобучение под Kaggle какое-то, может быть, вполне, да простят меня те, кто занимает первые места. Вот. А как бы попасть там в топ 10%, 20%, мне кажется, вполне содержательная работа. Ну, да, может быть, там ничего суперкрутого ты не делаешь, но хотя бы пару раз, там, посидеть над данными, там, придумать признаки классные, там, почистить данные, обучить модель правильно, ну, блин, полезный же опыт, пригодится потом. С теми же сетками, ну, тоже, ну, в общем, град нужно какой-то студенческий получить у себя в универе, там, чтобы что-нибудь на Амазоне кому-нибудь пообучать, не знаю. Ну, в общем, как бы, на Kaggle залипать, наверное, может, и не всем нужно, но пару соревнований, мне кажется, очень сильный опыт перед стажировкой подготовиться, так сказать. Ну, и стажировок сейчас полно, в Slack там каждый день куча очень крутых вакансий, мне кажется, легко найти и легко опыт получить. Потому что не знаю, там, какой success rate, может, Леш, у тебя есть? Success rate по стажировкам? Ну, на самом деле, на стажировке, между прочим, расходятся быстрее всего, потому что они нужны всем. Вот, есть очень большое количество. Нереализованный демант, спрос, нереализованный спрос на стажировки у людей высок. Вот. Так что, если вдруг у вас есть стажировки, то, я думаю, многие желающие, в том числе проходящие курс, посоветовали бы им податься. Вот. У нас точно будут летние стажировки, на которые уже запись откроется в начале весны. Welcome. Набираем обычно много людей. Осталось пережить зиму. Да. Ну, как раз вот зимой пройти курс, да, там, или он заканчивается уже у вас, получается? Он в середине ноября. Ну, кстати, тоже закинул инсайт, что в Mail.ru стажировки они в основном для студентов по нейронным сетям. То есть как раз можно вместе всем пройти CS-231 стандартский, немного может руку набить на кегле по нейросетям и идти в Mail на стажировку. Задач очень много крутых. По самым последним. Да. Если вы захотите стать этими самыми погонщиками слонопотамов. Вот. Хадуп, Бигдата, все такое. Мы все еще верим, что что-нибудь, да, короче, ближе к весне по Бигдате тоже разродится онлайновое такое. Ну, уже есть специализация? Да, уже специализация есть. Вот, может быть, и Хабра версия чего-то такого тоже появится. Но это не точно. И, может быть, у нас, у тебя к нам вопросы какие-то напоследок. Как у вас курс заходит? Расскажите. Курс заходит. Но мы, это вторая его итерация, на самом деле, она получилась примерно втрое больше, чем первая. И, ну, довольно много ручной работы. В целом, по отзывам, конечно, все очень прекрасно, потому что это и соревнования, и туториалы, и, там, теоретический материал, и куча практики. Ну, в общем, сейчас думаем, как-то это все дело на англоговорящий рынок. К чужезьянцам с этим делом пойти, посмотреть, как оно зайдет. В общем, планы такие. На самом деле, тут обычно главный вопрос, из-за чего люди отваливаются от вашего курса. Есть там одна, да, Вашка? Как Dark Souls. Ваши Нестеров постарался, да. Ну, кстати, Воронка у нас, ну, раз, наверное, в десять. Ну, да, в первую сессию начали, там, тысяча двести человек, закончили, вот, примерно, сто двадцать. То есть, по сравнению с Курсером, это, прямо-таки, вообще success. Да. Ну, потому что больше живого общения, опять же, мне кажется. Да. У нас, ну, на самом деле, самый большой плюс – это вот эта ламповая атмосфера в Slack. То есть, да, действительно, там тебе помогут. Конечно, неточности с формулировок заданий – это есть, это и на Курсере есть. Всегда, да. Но вот форум именно живет и благухает, там, в отличие от Курсера. То же самое. Вот. А так, ну, объективно, он, конечно, очень резвый, то есть, прямо все наваливается, и он короткий. То есть, это, конечно, не конкурент, там, специализация вашей с физтехом. Вот. А так, все-таки я топлю за текст. То, что надо видеть, ну, не то, что надо, а удобнее и более познавательно прочитать именно текст, больше вложиться, и к этому как-то проще вернуться, и необязательно там видео проматывать. Вот. То есть, мы за такой формат. И при этом текст статьи, вот, да простят меня многие слушатели, но это такой controversial пункт. Вот. Текст статьи, вот, как это на Хабре, это все-таки удобнее, чем книжка, на самом деле. Потому что у тебя есть всевозможные спойлеры, примеры кода, видео туда-сюда. Вот. А книжка-то такой, типа, ну, окей. Ну, это скорее про формат книжки будущего. То есть, там вот, Андрей Карпатый топит как раз-таки за книжки, там написано на JavaScript. О, вот это только, да. Вот это самый крутой формат. Ну, много всего. Ну, где-то такое уже воскресенье. Ну, на этом, в общем, мы пожелаем ребят, ребятам успеха. Да, мы тут анонсировали, что куча всего навалится в ноябре, дедлайн там, один за другим. Так что выберите для себя что-то главное. И спасибо Женьскому, который к нам пришел пообщаться. Вам спасибо, что позвали. Счастливо.